Здравствуй, Рустам. Мы сегодня с тобой встретились в Софии на чемпионате Европы среди кадетов под дзюдо. Ты завоевал вчера очередную, вторую золотую медаль в своей карьере спортивной. Насколько легко тебе далась эта вторая медаль? Или трудно? Здравствуйте. Спасибо вам. Как вам сказать, схватки были тяжелые. Вторую схватку. Я выиграл на последние секунды. За финал боролся с нашим соперником, Джанзбеком Дагучием и с ним. До этого я проиграл, а сейчас был мой реванш, я отомстил, но не выиграл. И, можно сказать, финал был самый легкий. Я видел твой финал, он как бы, не знаю, меньше минуты продолжался. 37 секунд. Да, 37 секунд. Скажи, ты ехал на этот чемпионат, ну как бы фаворитом, понятно, ты прошлогодний чемпион. А ты был уверен в своих силах, что ты сможешь завоевать медаль? Я стоил только на победу, я был первый номер мирового рейтинга. Более с фаворитом. На меня расстраивались по-другому. Было волнение, все равно. Но я просто победитель. Тренера настроили, но мне это помогло. И вот смог прожить. Ты вот второй год выступаешь в категории 50 кг. Ты планируешь переходить в новую категорию? Да, в следующий год. То есть, в следующий год ты уже переходишь в другую возрастную категорию и планируешь перейти в другой вес? Да, в 55 кг. Тебе тяжело дается подъем веса или... Скорее всего, с подъемом тяжелее, чем с разгонкой, можно сказать. Ага. Я сгоняю всего 2-3 кг. Поэтому он не тяжело. Кто твой тренер на сегодняшний день личный? Мой тренер личный, Хамзар Каджиев, тренер английского чемпиона танцора Айсайи. И ты тренируешься где? Тренируюсь в Дагестане, в России. Насколько... Ну, популярно или, может быть, насколько известно дзюдо сейчас в Дагестане? Ну, понятно, что оно известно. Но вообще, как отношения к дзюдо сейчас в Дагестане? В Дагестане, как наше. В Дагестане, как наше. В Дагестане, как наше. Конечно, поднялся в уровень дзюдо. Стали большое внимание. Ну, конечно, не такое, как в фольной борьбе. Но уже дзюдо в высшем уровне. Кто из твоих соперников на вчерашних соревнованиях? Кому ты особенно готовился? Были ли такие? Или, в принципе, ты всех уже знал, с кем боролся до этого? Я вот самый сильный соперник в Дагестане. С того, как финал, Казбек, Наглыч. Я вот Дройтов проиграл. И сейчас, поистите, будут выиграть. Ну, вот на него настраивался. Ты уже со всеми боролся с соперниками, кто вчера был у тебя? Или кто-то новый был, с кем-то еще не боролся? Только вот с Казбеком боролся во второй раз. Все другие ты ни разу не боролся. Дальнейшие твои планы? В следующий год ты переходишь. А ты на чемпионат мира планируешь в этом году ехать? Да. В прошлом году ты боролся на чемпионате мира? На чемпионате мира они бывают раз в два года. А, раз в два года. А еще проходят такие юношеские олимпийские игры? Ну, они тоже бывают раз в четыре года. Да. На них мы в прошлом году попали. Ага. А, планы ты как-то загадываешь на будущее, на следующие года, когда ты перейдешь уже в юниорскую сборную, да, до 2021 года? Да. Как боролся с тридцем выбором? Все две недели, две недели. Один раз в юниорскую сборную. На последних, на последних. Скажи, такой вопрос, кто тебя привел в Зюдо? На детстве. Он как-то занимался сам? У меня просто друг с тобой директором школы дзюдо у нас. С детства отправил меня хрену. Сколько лет ты уже занимаешься? Девять. Десять. А когда ты почувствовал, что вот именно дзюдо это то, что тебе интересно? На лет десять. На первые соревнования. На лет в тройку. Все-таки для тебя дзюдо это как? Это больше спорт или все-таки это какое-то твое такое увлечение, смысл жизни? Жизнь. Я оставил не учебу. Ну, не то, что оставил. Параллель тоже мучился. Маши. Такое время не уделяем. Но ты уже как бы более профессионально уходишь в дзюдо. Спасибо. Ну, конечно, так далеко загадывать не стоит. Но, в принципе, по завершению спортивной карьеры, ты так думаешь, тренерской карьеры заняться? Тебе нравится вообще? Ты пробовал когда-нибудь так? Да, тренер своего, когда он малышей, тренер, помогает, подсказывает. То есть, тебе нравится такая работа тоже, да? Да. Да. Каково из твоих соперников, которые боролись вчера, кто-то тебе понравился? Вот как, знаешь, за кем-то ты наблюдал. То есть, вот, в твоей весовой категории тебе, ну, как бы, знаешь, так, импонирует, как бы нравится по борьбе, по манере. Мне понравился итальянец, который стал третик Биандрио, кто хорошо боролся. Ну, на захватах хорошо боролся. Броски захватывают, но красиво было. А твоя техника борьбы строится, от каких приемов ты отталкиваешься? Броски через спину, в основном. Все расходились со стойкой, но красиво было. А какое внимание ты партеру уделяешь? В партере, в частности, вообще, так я отработаю в партере, чтобы, если в саму партер попасться, чтобы меня не сломали. Как защиту, да, отрабатываешь? Так, партер не очень. Ну, могу тоже. Первый, второй слад, когда я пробовал в движении. Ага. Ну, второй слад и дело болевой, не смог вытянуть. Ну, и в заключение вопрос, что ты можешь сказать тем ребятам, или девочкам, или мальчикам, которые, ну, думают там, идти заниматься дзюдо, не идти. Какие слова ты можешь сказать, такие ободрения, чтобы они именно пришли в зал дзюдо? Да. Да. Это самый красивый экспорт, который в Суме. Да. Да. Очень красивый экспорт, очень популярный. Да. 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 Спасибо большое тебе. Удачи тебе в дальнейшем. До свидания. Подожди секунду, я сейчас тебе...